Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Популярная исполнительница Диана Гурская отметила 35-летие. Артистка пришла на программу Андрея Малахова «Пусть говорят» и поведала семейные секреты. Накануне, 2 июля, популярная певица Диана Гурская отметила юбилей. Ей исполнилось 35 лет. Артистка пришла на программу Андрея Малахова «Пусть говорят», чтобы поведать о своей жизни, как тяжело переживала смерть матери, чью жизнь оборвала опухоль головного мозга, и о том, что спастись от депрессии ей помог супруг, адвокат Петр Кучеренко, а также рождение сына Константина, которому в этом году исполнилось 6 лет. Диана и Петр поженились в 2005 году. Свадьба состоялась на широкую ногу, дорогой ресторан, множество гостей, причем не только родных и близких, но и представителей отечественного шоу-бизнеса. Интересно, что на свадьбе Гурская категорически не хотела целоваться с новоиспеченным супругом. Это не принято на свадьбах в Западной Грузии. Более того, Петр и Диана ни разу не целовались до свадьбы. Да и после тоже, в принципе, буквально шокировала публику своим заявлением Гурская. Будущий супруг, по словам Дианы, никогда не пугал ее громкими словами и поступками, они долгое время были на «вы». Объяснился с ней очень спокойно, пригласил в кино. Вначале Диана не хотела идти, однако послушалась брата Роберта, узнала, что Петр уже выслал к ней машину, и согласилась. «Я смотрела фильм «Богиня», которая полюбила. Я безумно люблю Литвинову. Видимо, он об этом разузнал», — рассказала Гурская. «То есть во всем виновата Рената Литвинова», — заключил Андрей Малахов. «Диана — это такой взрывной грузинский характер. Диана очень ревнивая и она страшно обидчивая. Мы поссоримся, я как всегда делаю первый шаг, а Диана будет сидеть и молчать обиженно. Но, слушайте, и у меня характер не сахар далеко». «И всякое бывало в жизни, и ссорились мы, и какие-то драмы локальные», — поведал супруг певицы Петр Кучеренко. По его словам, ему тяжело далось рождение сына Константина. «Должно произойти по теории, я такой, ааа, какое счастье случилось, сын, сын, сын. Я ничего не мог понять. Сын — это список пеленок, думаешь, господи, зачем все это нужно? Шторы в химчистку, повесили, принесли, еще что-то сделали, и наступает такое чувство усталости, какого-то отупения, и начинаешь придумывать какие-то поводы. Ааа, пойду, погуляю, даже если никаких дел не будет. Вечером придешь, тебя ждет сцена, это еще хуже», — сообщил Кучеренко, признавшись, что даже в какой-то момент пожалел, что стал отцом. Однако он отметил, «Я вывел для себя теорию, когда женщина носит ребенка под сердцем, она этот сосуд с любовью уже получает переполненным, а мужчина получает его пустым. И только первые шаги — это слово «папа». А вот для Дианы ожидание малыша сопровождалось большими сомнениями и страхом. Это невероятное ощущение, это счастье, которое, наверное, каждая женщина может ощутить после рождения малыша. У меня сразу такое ощущение — желание защитить его от всяческих бет. Господи, это такое счастье, господи, мой малыш. Но это рождение ребенка я не то, чтобы переживала, очень много вопросов было, а что будет? А как будет? В моем случае, я признаюсь, было о чем думать. Поэтому я переживала, ее успокоил педиатр, который сказал, что у малыша все в порядке с развитием. Вот это было счастье, на самом деле, призналась Гурцка. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok